ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм — это программа «Узнавая еврейского Иисуса». Синтия Марджори, «Я так захвачен» новой серией. Простая, но глубокая истина. Я всегда радуюсь, когда Отец вдохновляет тебя на новое слово. Он преломляет хлеб для нас. Думаю, сейчас зрителям нужно взять бумагу и ручку, потому что мы не хотим, чтобы семя, посеянное через эти проповеди, было украдено врагом. Аминь. Я молюсь о том, чтобы наши зрители взяли бумагу и ручку и приготовились записывать. Я хочу помолиться о вас сейчас. Отец, я молюсь о всех тех, кого ты привел к экранам сейчас, чтобы ты открыл их сердца для Духа твоего, чтобы они могли принять живое и дышащее слово от Бога, Элохима, в свою жизнь. Аминь. Бару Хошем, благословенное имя Господне. Я Равин Шнайдер, и я приглашаю вас сегодня послушать слово. Сегодня мы поговорим о простой, но глубокой истине. Именно так называется эта короткая серия, которую мы начинаем. Мы заглянем в Слово Божие, вернемся к основам. Но я уверен, что некоторые из вас в ходе этой серии проповедей услышат для себя слово от Бога, которое вас укрепит и зажжет в вашей душе новый огонь и новую страсть, чтобы жить для Бога. Я призываю вас задуматься о возможностях, с которыми вы можете столкнуться в этом мире. Говорят, что все, что было рано или поздно, повторяется. Иисус сказал, и даже больше сможете делать. Только подумайте об этом в свете Еноха. Писание говорит нам в книге Бершит, в книге Бытия, 5 главе, 24 стихе. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Я повторю. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Большинство людей понимают это так, что Енох ходил в таком единении со своим Творцом, что Бог забрал его из земли, когда он был еще жив. Дело в том, что Енох жил сверхъестественной жизнью. Он ходил с Богом в жизни победы. И сегодня я хочу провозгласить вашу жизнь, возлюбленной, что вы тоже можете ходить с Богом. Иисус сказал, что все возможно верующим. Я хочу дать вам несколько важных истин, которые помогут вам ходить с вашим Творцом. Я хочу дать вам несколько простых шагов, и если вы отнесетесь к ним серьезно, пропустите через себя и поставите их перед глазами, как говорил Давид. «Бог мой всегда предо мной». Если, вставая утром, эти шаги будут в центре вашего сердца, вы подниметесь на уровень, где вы реально будете ходить с Богом. Это будет сверхъестественно. Это увидят и ваши друзья, это увидит и ваша семья, и вы будете знать об этом. Вы испытаете на себе божественную реальность во всем, что происходило с вами в прошлом. Если только вы начнете применять эти истины к своей жизни. Ни один день, ни одну неделю, ни один месяц и даже ни один год. Но если эти истины станут частью вашей жизни и останутся с вами даже до вашего последнего вздоха. Потому что истины, о которых я буду говорить, — это вечные истины. И они открывают цель нашего пребывания на земле и нашего хождения с Творцом. Я рекомендую вам делать заметки, чтобы вы могли перечитывать эти истины. Послушайте, у нашей плоти есть склонность пропускать истины мимо ушей. Но нам нужно постоянно держать перед глазами эти истины и откровения, которые мы получаем, иначе они в конце концов испарятся. Мы о них забудем и потеряем их. Я замечал это и в моей жизни. Помните притчу, которую рассказал Иисус о сеятеле, который вышел сеять семья? И когда Иисус рассказывал эту притчу о сеятеле, Он сказал, что семя, которое Он сеял, — это Слово Божие. А почва представляла собой различные виды зла. Существует четыре вида почвы и четыре типа личности, кому сеется семя. Первый вид почвы и первый тип личности, кому сеется семя, — это почва, в которой семя не пустило корня. Потому что как только семя было посеяно, его тут же склевали хищники. Хищник — это дьявол. Некоторые люди услышали Слово, но оно не пустило корни в их сердце, потому что дьявол тут же пришел и похитил это семя из их сердец. Многие из нас делились Евангелием с людьми, но семя не пустило корни. Как только мы поделились Словом, дьявол тут же украл у них это Слово. Они не захотели принять Слово и остались слепы. В нашей жизни все было не так. Большинство из вас, кто смотрит эту программу, вы любите Бога и любите истину. Давайте обсудим и другие типы почвы. Иисус говорил о втором типе почвы, в которую упало семя. Оно тут же выросло и показалось на поверхности почвы. Но Иисус сказал, что когда вышло солнце и пригрел росточек, он высох и умер, потому что не имел корня. Иисус сказал, что такая почва символизирует людей, которые принимают Слово, но не работают над ним. И когда в жизнь приходят трудности, эти трудности пожирают это семя. Из-за своих проблем люди просто забывают о принятом Слове. Суть здесь в том, что мы, ну и я в том числе, раньше истолковывали эту притчу сугубо в отношении принятия Евангелия, то есть того, что касается нашего спасения. Люди слышат Евангелие, принимают его на какое-то время, но суета жизни и личные проблемы поглощают это семя. Но есть и третий тип людей. Эти люди принимают Слово и даже начинают приносить плоды. Но затем происходит следующее. Их начинают отвлекать от главного различные другие желания и похоти. В итоге они отдаляются от Слова, забывают о нем и перестают приносить какие-либо плоды. Но вот вам четвертый тип личности, который описал Иисус. Человек принял Слово и затем лелеет его. Поливает его, взращивает, работает со Словом и провозглашает его. В итоге этот человек приносит добрые, полноценные плоды. Иисус говорит, что такие люди, принимая семя, заботятся о семени, которое они приняли в сердце. Они поливают его и заботятся о нем. Они находятся в среде, благоприятной для возрастания семени. Они намеренно помещают себя в эту среду. И они приносят плод в вечности. Итак, для чего же я говорю с вами о типах почвы? Кажется, что я отвлекся от темы? Но на самом деле есть причина, почему я говорю вам об этом. Эта притча применима не только к евангельскому посланию, к Слову о спасении, как мы обычно это понимали, но притча о сеятеле может быть применима для любого полученного нами откровения. В любое время, когда Бог открывает нам истину. Бывает в нашей жизни, что мы получаем свежее откровение, и оно нас захватывает. Оно подталкивает нас к действию. Мы снова полны рвения. Но зачастую, спустя несколько недель, спустя месяц, или даже несколько месяцев, с нами происходит именно то, что мы сейчас рассматривали в притче о сеятеле, видя, что собой символизировало каждое из видов почвы. Мы оказываемся далеко от свежего откровения, которое мы получили. Не только от вести о спасении, но от любого откровения. К примеру, Бог открыл вам, что вы всегда должны Его благодарить. Несколько дней или недель вы это практикуете, но затем вы забываете об этом в суете жизни. Может, вы столкнулись с проблемой или трагедией, и каким-то образом вы забыли об этом откровении. Вы споглотили обстоятельства, вам уже не до откровений. Вы забыли о них, словно никогда их не получали. Порой бывает, что человек принял откровение и сильно загорелся. Он оживился, его вера стала живой, но вдруг ему предложили на работе новую должность. Да и вообще, это может быть все, что угодно. И человек настолько отвлекается этим новым в своей жизни, его одолевают плотские амбиции. Он вдруг забывает о Боге, теряет откровение, и это семя засыхает. Я говорю вам об этом, потому что сегодня я хочу дать вам очень важные, сверхъестественные ключи. Если вы будете их придерживаться в вашей жизни, сделаете заметки и будете к ним возвращаться снова и снова, то, уверяю вас, вы их не потеряете. Они будут продолжать помогать вам продвигаться вперед. Вы будете доброй почвой и сможете приносить плоды, которые пребывают в вечности. Ну, а теперь давайте с вами помолимся. Отец, мы поклоняемся тебе и провозглашаем, что ты Творец. От тебя все, к тебе и для тебя. Отец, мы хотим исполнить твою цель и твои желания для нашей жизни. Бог, Отец, Хашем, открывай нам себя, работай внутри нас, чтобы все в нас было угодно тебе. Пусть это послание послужит средством, через которое ты исполнишь свою цель в наших жизнях. Мы молимся во имя Иешуа, во имя Иисуса. Мы говорим, Барух, Ашем, благословенное имя Господне. Я прошу вас закрыть глаза. Я верю, что Дух Святой будет давать некоторым из вас в разуме картины. Когда я сейчас буду молиться, одно из самых мощных свидетельств мы получили от мальчика шести лет. Он сказал, Равин, когда ты сказал нам положить руку на голову и на сердце, тогда, когда ты сказал нам положить руку на нашу голову и на сердце, я увидел видение. Я увидел ангела в ярком свете. В тот вечер он вернулся со своей мамой. Это тот мальчик, который видел ангела. Мы не знали, что он с рождения астматик. Из-за своей астмы он целую ночь хрипит. У него были большие проблемы с его дыханием, но сейчас их нет. Он не только увидел видение об ангеле, но и получил исцеление от астмы. Мальчик полностью исцелен. А вот и его мама. Сегодня я дышу хорошо. Это было доказательство того, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И он по-прежнему проявляет себя в силе. Когда Павел пришел, он сказал, что принес не только слово, но принес самого Иисуса в духе и силе. Итак, мы говорим о том, что Енох ходил с Богом. Он ходил сверхъестественно с Богом. Вы тоже можете ходить с Богом. Как именно? Прежде всего, мы можем ходить с Богом, признавая или почитая Его. Я дам вам несколько ключей и прокомментирую каждый ключ. Вам может это показаться слишком упрощенным. Но ответьте мне на такой вопрос. Первым делом, просыпаясь утром, вы признаете Бога своим Господом жизни? Многие из нас не делают это первым делом. Признать Бога нашим Богом не является нашим приоритетом. Мы не почитаем имя Бога как имя нашего Господа сразу же, когда проснулись. Когда вы спускаете ноги с кровати, является ли вашими первыми словами «Отец, спасибо, что я сегодня проснулся. Спасибо за еще один день моей жизни. Спасибо тебе за то, что все, что будет происходить со мной сегодня, будет возможностью для меня возрастать в благодати и побеждать». Господь, Отец, вся моя жизнь в твоих руках, и ты все обращаешь ко благу для меня. Я признаю тебя сегодня своим Богом в самом начале дня. Этот день — твой подарок для меня. Я хочу почитать тебя как своего Бога. Я живу сегодня, потому что ты вожжелал привести меня в этот мир. Это ты создал меня, и я признаю тебя своим Творцом. Я не принадлежу себе, но все принадлежит тебе, Создатель. Моя жизнь принадлежит тебе. Я признаю, Боже, что ты царствуешь, что ты хозяин вселенной, что ты Адон Алаам, как мы говорим на иврите. Ты держишь все в своих руках. Ты царствуешь. Ты создал свет и тьму, согласно книге пророка Исаии. Ты Господь, и ты царствуешь. И я признаю тебя своим Господом. Я вижу в мире беды и трагедии, но 99% того, что я вижу, — это ты. Твоя слава и твоя благость. Я понимаю, что сатана здесь, но ты все обращаешь ко благу. И в это утро, Отец, я признаю, что ты Творец, ты Господин вселенной и Господь моей жизни. И в это утро я благодарю тебя, Отец, за то, что ты создал меня, и сегодня я хочу ходить в вере, почитая тебя и верить тебе, как Господу и Творцу вселенной. И я буду верить, Господь, Отец, что все, через что я прохожу сегодня, это то, что ты мне предназначил, потому что ты приготовил меня на добрые дела. И я благодарю тебя, Боже, что в течение дня, когда я буду делать один шаг за другим, во времени и пространстве, я буду продолжать переживать новую реальность, новые обстоятельства, новые отношения, новую энергию и динамику. И всякий раз, входя в новое, я признаю, Отец, что ты со мною, что ты участвуешь в этом, и это новое от тебя, в мою жизнь, и ради славы твоей. Я признаю тебя, Бог Отец, своим Творцом. Я благодарю тебя сегодня за все и провозглашаю, что я буду благодарить тебя, что бы ни случилось, потому что Слово Твое говорит, «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Это воля Божия для вас во Христе Иисусе. Так сказал Павел. За все благодарить Бога. Что бы ни случилось, мы чтим Бога. С какой бы ситуацией мы ни столкнулись, мы чтим Бога и благодарим Его. Когда все хорошо, мы благодарим за это Бога. Столкнулись с проблемой, и тогда мы все равно чтим Бога. Возлюбленные. Как сказал Иов, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Трудности делают нас сильнее. Мы почитаем Бога как нашего Творца. Мы признаем, что какие бы трудности мы ни проходили, Бог использует все эти обстоятельства. Мы часто верим в обратное. Но дело в том, что ваши проблемы и вызовы жизни, это как раз то, что вам нужно, чтобы вы могли духовно возрастать. Некоторые трудности, с которыми вы сталкиваетесь, крайне необходимы, чтобы вы могли достичь зрелости. Помните, Писание говорит нам в послании к Коринфянам, что Павел испытывал угнетение. Писание называет это посланником сатаны. Павел молился, чтобы Бог избавил его. Но Бог ответил, «Нет, Павел, я не стану избавлять тебя от жало воплоти, потому что благодать моей довольна для тебя, и сила моя совершается в твоей немощи». Поэтому трудности, которые он переживал, были ему необходимы для того, чтобы возрастать, чтобы становиться духовно сильным и зрелым. Отец знает, что нам нужно встретиться с противостоянием, нам нужны проблемы. Иисус сказал, «Побеждающий наследует все». Я хочу этим сказать, что мы должны чтить Бога во всем. Мы должны признавать Его как нашего Господа, как нашего Бога. Мы признаем Его как нашего Творца во всех наших обстоятельствах, хороших и плохих. И через веру, через эмуну, это слово «вера» на иврите. Мы благодарим Его за все. Каждое наше дыхание. Это подарок нашего Творца. Освоив этот простой принцип, вы встанете на путь хождения с Богом. И более того, вы станете побеждать все в этом мире, как сказал наш Спаситель. Я продолжу говорить об этом на следующей неделе. Не пропустите очередной выпуск серии, которая называется «Простая, но глубокая истина». Ваш Творец любит вас, и я люблю вас. Шалом! Слава Господу! Мы благодарим Господа за все и радуемся Ему во всем. Когда мы славим Его, Его присутствие приносит нам радость в Господе, даже когда у нас тяжелые времена. Легко благодарить Бога, когда все идет хорошо, но испытание нашей веры происходит, когда мы славим Его в трудных условиях. Мы с Синтией имели возможность испытать на себе эту истину в нашей жизни. Мы хотели посмотреть выпуск, чтобы записать заключительную часть. Вдруг было обнаружено, что по техническим причинам этот, один из самых помазанных выпусков, не был записан как должно. Мы потеряли очень много материала. Что же это такое, испытание или козни дьявола? В любом случае, мы приняли для себя это как благословение, несмотря на то, что потеряли материал. Да, это испытание. Мы были готовы поделиться со зрителями нашими заключительными словами, но мы решили, что значит, так должно было случиться. Мы благодарим Бога во всякое время. Верим, что все, что происходит, происходит под Божьим контролем. Когда мы говорим об испытании веры, мы должны понимать, что библейское испытание — это не что-то, что Бог посылает в нашу жизнь как экзамен, чтобы посмотреть, пройдем мы это или нет. Но испытание призвано привести нас на новый уровень, показать нам, где же мы слабы. Через это мы получаем обрезание и переходим на новый уровень веры. Мы принимаем этот вызов от Бога, чтобы начать ходить так, как Бог нам велит, прославляя Его даже в ситуациях, которые кажутся нам трудными. И в таких обстоятельствах мы можем видеть верность Господа. Даже в ситуации с этой незаписанной программой мы видим, что Бог открыл нам возможность сделать эту программу еще более наполненной жизнью, новой жизнью, которую задумал для наших зрителей сам Господь. Подытоживая сказанное в репрограмме, мы с Синтией хотели бы подчеркнуть, что главный урок этой программы в том, что мы должны благодарить Бога даже в сложных условиях. Когда мы сталкиваемся с проблемой, мы должны активировать нашу волю и сказать, «Боже, я буду верить Тебе, и я выбираю благодарить Тебя». Нам это даже кажется противоестественным. Это кажется крайне сложным. Но когда мы принимаем решение верить, в нашей жизни происходит удивительное преображение. Я хочу вдохновить вас. В следующий раз, столкнувшись с проблемой, начните славить Бога, и вы увидите, как Он сверхъестественно преобразит вас и вознесет на новый уровень с Ним. Он любит вас и обратит все вам ко благу. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. Бог всегда говорит к нам. В следующем выпуске, узнавая еврейского Иисуса, Равин поделится, как получать послание от Бога. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером в служении Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайбера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».